Жители многоквартирных домов по улицам Яна Полуяна и Казбекской до недавнего времени даже не представляли, что на крышах их домов построили целые коттеджные поселки. С балкона верхнего этажа видно лишь их часть, небольшие домики и козырьки. Однако, когда в воздух подняли коптер, удивлению жильцов не было предела. Деревянная терраса с батутом и качелями. Пространство явно оборудовано для фотосъемки. По соседству зона отдыха с мангалом. Есть оранжереи и даже бассейны. Когда я увидела в инстаграме, что, оказывается, там настроили, ну это, если честно, шок. Мы спрашивали управляющую компанию, мы говорим, поскажите, что происходит на крыше. У нас там музыка играет, там кто-то живет, там что-то построили. Все в порядке, отвечала управляющая компания. Все нормально, как будто так и надо. Мы тоже позвонили в управляющую компанию, но ответить сразу на наши вопросы там отказались. Делайте письменный запрос, мы вам ответим на все интересующие вас вопросы. Но, как выяснилось, и письменные запросы результата не дают. Кто живет на крышах, а главное, как туда попадает, до сих пор неизвестно. По словам все той же управляющей компании, подниматься туда разрешено только сотрудникам жилищного фонда, которые занимаются ремонтом и техническим надзором. Тогда возникает вопрос, откуда на крыше такая бурная жизнь. Здесь были дискотеки, шашлыки, там дальше за деревянным забором. Очень красивая жизнь. При этом, если с шумом жильцы готовы смириться, то с выросшими коммунальными платежами точно нет. Если посчитать в общем объеме, то получается, что порядка 25% от общей оплаты за электроэнергию по всему дому идет только электроэнергия на общие домовые нужды. А это что? Это лифты и лампочки. Поэтому вопросы, почему такие деньги мы платим. Жалуются жильцы и на отопление. По их словам, дом не рассчитан на такую нагрузку. Вода по трубам идет сверху вниз и на первых этажах батареи часто бывают холодными. Волнуются из-за пожарную безопасность. Ведь если настройки сделаны незаконно, то никаких проверок они не проходили. А здесь уже вопрос не денег, а жизни и здоровья. Мы попросили прокомментировать ситуацию мэрию Кровостолицы, но пока нам не готовы дать ответ. Мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует...